После выпуска из учебных заведений, имея такую хорошую техническую базу, зачастую получается так, что выпускники уезжают в другие города большие, в Москву, в Казань, в Нижний, в Петербург. И, соответственно, вопрос, будут ли какие-то меры поддержки, чтобы такие вот кадры, хорошие молодые кадры, оставались в Мироволадзии Неверской области. Инициатива у муромских студентов есть. Это стало понятно, едва собравшиеся за круглым столом начали разговор с председателем законодательного собрания области. Доверительная атмосфера встречи располагала студентов к тому, чтобы задавать Ольге Хохловой вопросы, действительно волнующие молодежь. А связаны они не только с возможностью получить бесплатное образование, но и с будущим. Вопросы, даже я бы так сказала, не вопросы, а предложения у ребят молодых есть. Они очень правильные, реальные предложения. Это, например, грантовое обучение, да, выиграть грант и учиться по той или иной специальности. У нас есть целевое направление, у нас есть конкурсные поступления. И если будет добавлен еще грант, но зависит от кого, кто должен быть грантодателем. Грантополучатель у нас, понятно, обучающий. А грантодатель, не обязательно, чтобы это был бюджет региональный или местный. Это может быть производитель. И этот вопрос просто нужно отработать. Развивать технические специальности, которыми как раз и богат Муромский институт, задача государственная, уверена Ольга Николаевна. Важно и удержать ценные кадры у нас в регионе. Большую роль в этом могут сыграть и работодатели. По словам спикера областного парламента, у Мурома есть все шансы стать сердцем машиностроения нашего региона. Мы сейчас увидели станкостроение, машиностроение и современные станки. Задача государственная, поставленная нашим президентом, развивать станкостроение. И поэтому, конечно, нужно посмотреть, что можно взять в разработке своей. Какие-то вещи, которые уже готовы. Зачем изобретать велосипед, всегда мы говорим, возьмите и просто усовершенствуйте. Это сделайте еще лучше, чем это было. И задача наших молодых людей, студентов вместе с руководителями научными своими действительно это сделать. Ну, то есть приятное послевкусие осталось. Очень. От встречи с Милгу. Очень приятно. И я просто вот всей душой и сердцем желаю развиваться, развиваться и развиваться. Тем более, что всегда наш институт был на хорошем счету. Всегда везде и специалисты, и ребята работали на всех предприятиях. Часть из них уже либо стали совсем маленькими предприятиями, либо исчезли. Но обязательно появятся в Муроме новые предприятия. Технопарк. Наш губернатор Александр Александрович Авдеев ставит действительно большие планы по развитию промышленного производства в городе Муроме. И я уверена, что у нас все получится. В завершении своего визита в Милгу Ольга Хохлова отметила, что искренне рада всем позитивным изменениям, произошедшим в УЗИ. Когда-то она здесь работала и была счастлива вновь посетить первый институт нашего города. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости. Продолжение следует...